И сегодняшняя пресс-конференция посвящена, собственно, людям, которые сидят за этим столом. Это легендарные музыканты, культовые музыканты, которые оказались в этот день в России. Я не применил использовать этот момент и устроить пресс-конференцию, встречу их фанатов, их любителей, их музыки. И, собственно, дать возможность вам всем пообщаться с этими людьми. Сейчас я вам представлю моих гостей, моих друзей. Рядом со мной сидит Фил Сьюзан, это бас-гитарист, автор песен и продюсер. Работал с Озио Оспорн, в 1986 году играл на альбоме The Ultimate Synth. Является стоп-автором Keith Synth'la, Shot in the Dark, Винсом Нилом, Билли Айдолом много раз работал, ну и многими другими. Поприветствуем Фил Сьюзан. Теперь Фил Икс, который сегодня уже был у вас, поприветствуем, он гитарист, вокалист, автор песен играл, он Джоли. Тедди Зигзаг Андреас, поприветствуем, работал в качестве клавишника со Slash, Даф Маккан, Марк Сорум и Скотт Уэллен. Еще раз Тедди Зигзаг. Винсент Аббетт, это барабанщик, известный по работе в группах тяжелого направления. Это Black Sabbath, Dio, Heaven and Hell. И в возрасте 16 лет он играл с Джоном Ленном, представляете? Поприветствуем. Ну и конечно, давайте поприветствуем здесь человек, с которым я уже начинал свою первую работу в первой рок-группе СССР, которая называлась «Интеграл». Это Барри Харьевич Алибасов, поприветствуем. Всех к Ленину в мавзолей. Всех в мавзолеях не хватит. Здесь, конечно, мой близкий друг, я считаю, лучший гитарист России, Дима Четвербов, поприветствуем. Александр Левшин, который 30 лет возглавлял группу «Интеграл», самым покаченный работал. Все аранжировки делал, все музыкальные, отвечал за всю музыку, собственно. Он только сейчас в гримерке сказал, ой, там у тебя в золотой комнате, он сказал, «Наконец-то меня не стали упоминать рядом с именем Пугачевой». Ну, молодец! Ну, а сейчас давайте немножко какие-то вопросы у вас будут. Пока есть возможность, давайте задавайте вопросы. Поздравим, вчера у Фила 50 лет было. Поздравим, вчера у Фила 50 лет, я был в Нью-Йорке, и я снимал с Бонжоги в последние три дня, и я пришла сюда, на мой бирддей. Я спрятал целый день на плене. Но, по-другому, у нас нет ни слова, по-другому, но кажется, что это в футболе. Может, в сентябре или в октябре. Но это рок-н-ролл, что всегда изменится. Это тюрьма. Фил сказал, что тур, возможно, будет осенью. Сейчас пока не пишутся в студию. Буквально за две дня до того, как полетит сюда, они писали с Джобом в студию. Ну, а вчера был юбилей, который он отметил в самолете. Долгий 12-часовой путь. Есть вопрос, который меня очень интересует. Пусть каждый ответит. Пусть каждый вспомнит момент в своей жизни, когда они поняли, что играть надо за деньги. Я еще не получил денег на музыку. Пусть каждый вспомнит момент, когда вы знаете, что вы хотите делать. И я учился в школе. Я учился в школе. Я учился в школе. Я учился для того, чтобы делать что-то completely different. И я всегда играл музыку. Я учился в школе. И я учился в школе. Но это было на сайте. И я думаю, что это был один момент, когда я не помню, что я знал, что я хотела делать. И это было 1972. Мы делали в школе в Лондоне. Я учился в школе. И я учился в Лондоне. И я учился в Штарме. И это было так разнообразно. И так как, как разнообразно, но я получил. И я учился. И я учился в школе. 1969 был очень особый год. man into space there's woodstock there was all kinds of great things colorte entender and we believed if you're a kid you believe that the future was going to be spacecraft was going to space traveling and this was something that just was extremely appealing and the music aspect of that drew me in and someone i said that's what i'm going to do and I Я был очень... да. И деньги пришли после этого. Но при этом он настолько повинялся на это, что понял, что этим он хочет заниматься. Потому что в 1969 году какие-то вещи занимали умы, скажем, подростков, как появление цветного телевидения или первый человек в космосе. Но именно в 1972 году он наконец определился, какое его будущее будет. Ну а денежный вопрос позже появился. Первый раз он заработал деньги на свадьбе. Я был очень маленький. Я не любил деньги, но я не любил свадьбе. А с Джоном Ленноном заработал деньги. Ты получил деньги с Джоном Ленноном? Я играл с Джоном Ленноном когда я был 16 лет. Он был 16 лет, и три разные вещи. Один из них был его последний шоу, который был в жизни. Я не получил денег с Джоном Ленноном. С Джоном Ленноном он три раза играл, и последний раз он играл. Это был самый последний концерт Джона Леннона в жизни, но денег ему тогда не заплатили. Он сказал, что он оставил этого предыдущего фанта, The Beatles, и он не был виноват. Он сказал, что когда у нас из предыдущей группы с своего шоу, которая называлась The Beatles, денег у него не осталось. Я играл с Джоном Ленноном, когда ты играл с Джоном Ленноном, и деньги уже не просишь. И я играл с Джоном Ленноном, и я играл с Джоном Ленноном. Это был первый инструмент. Я думал, что это был тебе. И это был где я получил первую сумму, не много. И я продолжал получать деньги на аккордина. Но это было я делал, что я хотел играть. Я был здесь два года с Project Rock и был получил много денег. Так что все. Тэдди говорит, что он играл, наверное, на той же свадьбе, где Эвиме, но играл на аккордеоне. Он говорит, что первые деньги своей музыки зарабатывали агрой на аккордеоне. А также вспомнил, что два года назад был здесь в России с Project ROG и тоже заработал на аккордеоне. Играл на аккордеоне на улице. Не играл на улице на странице? Да, не играл. Но, сейчас. Он говорит, что он помнит момент, когда он именно захотел играть музыку, потому что получать деньги за музыку это бонус уже, приятный бонус, но все-таки бонус, а самое главное все-таки, чтобы хотелось играть, им было желание играть музыку. Я был 11, и я был в 6-м году талант-шоу, и я играл 2 песни, и в ресис, девочки скинули мои плечи. И это был момент. Когда мы начали с него одежду срывать, он понял, что вот она. За какой период времени вы выучили первую свою песню в жизни? И что это была за композиция? Я был очень молод, и я думал, как я не помню. Я имею в виду, что это только 3 аккорда. Может, это за неделю. А сколько у меня было аккордов? Три аккорда. Он сказал, что было 3 аккорда, это было Blue Sweat Shoes, ему было лет 5-6, поэтому он не очень помнит, сколько он это делал. Ну, где-то неделю уже. А можно сейчас такой провокационный вопрос? Сколько сейчас вы в день занимаетесь на инструменте, будучи уже звездой? For how many hours or minutes do you practice every day, being like, you know, the star? I don't practice. I did. I mean, when I was young, like, in my teens, probably, I wouldn't practice for 8 hours. And then I'd go play 345 minutes, I'd slip a band at a bar. And then I would practice until I fell asleep. So, pretty much playing guitar all day long. Он говорит, что когда был тинейджером, он занимался часов по 8 в день, потом ехал, еще играл в баре, в концерт, где-то в полчаса 40 минут, потом возвращался домой, еще практиковался, пока не засыпал. Но сейчас он особо не практикуется, уже и так все ясно. А есть у вас какие-то секретные упражнения перед выходом на сцену, или уже сходу, блин, можете вы жарить? А есть у вас какие-то секретные упражнения перед выходом на сцену? Какие-то маски, или что-то? Да, я, наверное... Ничего, что я должен делать, что-то тяжело, я играю очень-очень быстро, чтобы я говорю. И тогда, когда это случилось, ты можешь просто играть в любом случае. Это те, что я играю очень-очень быстро. Муссль вверху. Какие-то наиболее сложные моменты в соло, он играет перед выходом на сцену медленно. И он говорит, в этом софишка, чтобы проигрывать все партии медленно, чтобы потом мышечная память все помнить. И один еще последний вопрос. Вот сейчас вся Москва бестерет объявлениями, что мы научим 50 песен с нуля играть за месяц. На чем лучше сосредоточиться? На качестве или на количестве? Понятно, что выучив три аккорда, можно хоть 100 песен сыграть. Как развиваться самым молодым? Музыкантам развейте этот миль, пожалуйста. Есть за сколько? Есть. 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 Я думаю, что вы думаете, что есть нужная цена, или что будет первая? Я думаю, что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете о преграде, мелодии и гармонии. Не думаю, что вы думаете много песенок, и вы думаете много песенок? Мы все здесь, потому что мы узнаем много песенок. Будьте много песенок, и это просто может помочь вас, как музыкант, и критер. Он говорит, что есть свой смысл в том, чтобы учить побольше песен, потому что в всех различных гармонии, какие-то фишека, которые ты так и иначе запоминаешь, и это поможет и как исполнителю, как музыканту, и как автор песни в том числе. Так что в этом есть возможность. Первый – это механика, который вы играете. Но когда мы учимся на песне, то нужно знать песню. Поэтому в большинстве моего учения, я слушаю на гидрофонах в гиме, или если я учусь на песне, я просто слушаю это раз и раз и раз. Вы понимаете? Я буду переводить на то, что я не могу. Прошу. 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 Ну, в общем, Фил говорит то, что на самом деле, прежде чем учить какие-то вещи, надо выучить инструмент, на котором вы будете еще играть. Потому что, например, он начинал со скрипки вообще, потом он играл на обычной шестиструнке, потом он перешел на бас. Ну, а что касается композиции, он просто слушает их в наушниках по кругу, перед выступлением, в общем, таким образом. Если ты уже знаешь свой инструмент, уверен или владеешь, то уже композиции лягут. То есть, когда ты знакомишься с песком, и будешь хорошим инструментом, то это большинство. То есть, что следующая часть, то есть, что ты уже слышишь в голове, и сделаешь это сделать. И от этого момента, ты можешь потратить немного больше времени, что ты делаешь. Но, во-первых, когда ты получаешь музыку, то есть, что ты делаешь, то есть, что ты делаешь, то есть, что ты делаешь. Ну, в общем, фичка в том, чтобы хорошо знать материал и хорошо знать инструмент. А потом уже вы просто начинаете уже нарабатывать какие-то навыки, когда вы уже знаете это и другое. Но когда-то уже состоявшийся музыкант, как правило, достаточно просто послушать, и песня уже ляжет сама. И, в общем, давайте добавим то, что Филл сказал. В то время, когда мы начали играть, они не имели технологию, чтобы узнать песни быстрее, как мы сейчас. Теперь, когда мы стали шелканты, мы могли деть. В то время в тот день, когда я имели что-то подпишитесь на ролики, а если вы поставили брать его, лопать его, разобрать ему, вести его руки. Чтобы это было очень сложнее. Но это было очень грустно. Которое решение. Но всё. Всё. Но если ты dadurch, если вы попросили другой недорогей, то сделаешь его еще once again. Так, речь идет. Вот это ещё добавляет то, что в те времена, когда они учились играть, не было специальных программ, которые могут заведлять композиции. То есть просто ставился пластинка на проигрыватель, слушался в нужный момент, потом все это пытался повториться на инструменте, потом переставлялся иголочкой назад, слушался еще раз, так вот до бесконечности, а с утра просыпаешься и начинаешь делать то же самое замок. Так пока не выучишься. Какие сейчас новые рок-группы появлялись интересные, которые можно порекомендовать слушать молодежь? The old music had heart and soul, and the new music is very computerized or just very generic sometimes, the way it's recorded. В старой музыке была сердце и душа, а новая музыка на более компьютеризирована и как-то выверена на компьютер, то, как она записывается. Yeah, it looked like Led Zeppelin didn't have a clip track, you know, when they recorded, and you hear all sorts of sometimes bad notes in some of the old recordings, but it was like, they'd all come together and make a great song and have a feel and a vibe. Ну вот, например, Led Zeppelin играли без клика барабана, но и тем не менее, да, и вот если слушать старые пластинки, надо даже проскакивать какие-то не те ноты, но все равно, в общем, они создают нужную атмосферу. Sometimes now, everything's too perfect. Clip track. So does it mean that Rob is about to die? No. Never. Never. And here's another thing, because recording has become so accessible to everybody, because they have a home studio, there's a lot more music being produced, and there's still good music, you just have to search through a lot more to find it. We have to be very careful, because we're moving into an era, where playing an instrument isn't that important, that if you get up to a computer, you can make songs, you can make music, and immediately that person thinks that I'm a musician. Well, there's a lot more that goes into being a musician than operating at a computer. I mean, obviously, you know, you have to, you have a computer, and we're in that era, but, you know, teach your children to play an instrument. Don't teach them how to work a computer, that they'll get. They'll teach them how to play the piano, teach them how to play the guitar, something that they can do with their fingers in their hands, because it's becoming a lost art. Guys like this, the guys that are sitting at this table, do their job well, and, you know, there's not a lot of us left anymore. We used to have a thing growing up. We used to call it the old Great Whistle Test. It was also the name of a TV show, but what it meant... I'm going to translate it, I'll tell you what it means. What it means is that if you walk into a room, you must be able to pick up an instrument, or sing, or choose something without a computer and entertain somebody. That's the whole purpose. The whole purpose is to entertain somebody. You shouldn't need to have computers to make it happen. Computers can help, but at the end of the day, you've got to be able to entertain people, right? You've got to come and pick up a guitar, sing a song, bang something, you know, play drums, or play a keyboard, but entertain. You don't want to entertain people. This is where the business is. We are entertaining. But also, in this concept, there was a different meaning. It's when... 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 It's when people... It's when... It's when people... В жизни он обретает новые герои музыкальные, но это живая музыка, рок-культура, она живая, так же как и джаз, так же как и прогрессивная музыка, она не настолько связана с техникой, сейчас век техники, сейчас настолько все ушло, вот эти люди, по-моему, заигрались немножко в технологические процессы. С одной стороны, хорошо и здорово, это будущее, но с другой стороны, немножко теряется душа и теряется наше настоящее естество, с которым человек родился. И поэтому рок-культура 70-х, 80-х, это безусловно такая же классика, как и Моцар, Пах, Чайковский и так далее. А сейчас новое время, новые ритмы, новые веяния, что будет дальше, никто не знает, а время рассудит и время расставит свои флажки, что станет классикой, а что станет мусором. Еще вопросы какие есть? Да, пожалуйста. Как творческий человек подходит к вопросу о церкви своего творчества, и как он понимает, что новая его работа, новая песня готова к тому, чтобы быть представлены на суд публики? Винни считает, что с этого надо записать песню и посмотреть, как оно все это звучит со стороны, то есть наложить инструмент, вокал, и вот как они записывают какие-то песни, то есть они как бы понимают, что вот это вот уже произведение готовое, которое потом можно приносить на публику. Я хочу спросить вопрос музыкантского тронка. Что на ваш взгляд сегодня для музыканта, настоящего музыканта важнее? История в тельсте, о чем он, зачем он вышел на сцену? Или энергия ритма, драйва, рифа и сон? История в тельсте, о чем он вышел на сцену? История в тельсте, если вы пытаетесь рассказывать историю... Помните, весь новый purpose для музыка, иначе, в мой мнении, то есть перспективно модирование в музыке, Ну тут не только касательно рок-музыки, а касательно любой вообще музыки, в первую очередь исполнитель хочет донести свои чувства до публики. Умного или у тупого? Ты не считаешь, что у тупого лучше? Я думаю, что у тупого лучше. Я думаю, что у тупого лучше. А умные становятся мангерами. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ПОТАНОМ ЯЗЫКЕ Мой навсегда, если у тебя есть банды, если у тебя есть банды, ты будешь играть и играть. Пой, играйте в предыдущих ваших родителей, играйте в передащих людей, проживайте в центре... Ты будешь играть больше граждан, Я скажу так. И играйте в тупом и в времени В этом время зрители расскажут, если вы должны быть вместе с ними, и продолжат играть. Они расскажут. И если вы любите, то не слушайте зрителей, просто продолжайте делать это. Но вы должны идти и играть перед людьми. Если вам просто укажут, правильно вы что-то делаете или нет, но если вам это нравится, то продолжайте играть. Фил говорит, что ему однажды дали совет, он его даст вам в свою очередь, может вам пригодится. Вот иногда смотришь на какую-то свою фотографию и говоришь, а, этот ужасно вышел. А кто-то смотрит и говорит, нет, круто получился. Так, так же самое в вашем музыке. Ты должен найти те вещи, которые делают вас отличным, те вещи, которые делают вас отличным. Ты может их ненавидеть. Ты может их ненавидеть. Это может быть очень странный звук, это может быть странная гитарная техника, или что-то. Но это одна вещь, которая делает вас отличным. И ты должен научиться им иметь это. Я даже написал о его песне, по-моему, «Learn to love the things you hate». И я думаю, что это очень хорошая рекомендация. Это очень хорошая история. И он продолжает то, что тоже самое с музыкой. То есть вы должны найти какую-то свою фишку. Возможно, она вам не будет нравиться, так же, как ваши фотографии. Но если людям это будет нравиться на вот этого держаться, будь то вокальная какая-то интересная техника или гитарная. И вот сам Фил даже написал однажды песню, которая называлась «Научитесь любить то, что вы ненавидите». Потому что иногда это помогает. «Научиться любить то, что вы хотите нужных людей, узнавайте, чем они могут быть полезными, и используйте их по максимуму». Вот, например, Фил ищет… «Фил» И вот Фил еще добавляет последний совет. То, что некоторые группы выкладывают на YouTube какие-то ролики свои, а потом начинают внизу извиняться. Типа, я здесь пил, неважно, или еще что-то. Так вот, не выкладывайте то, за что вам будет стыдно, потому что верно вам второй шанс уже не вернуть. Вот я прочитал, и, честно говоря, я не верю, что в начале 60-х годов прошлого века, да, вы, будучи там, сколько там, 15 или 16 лет, уже давали платные концерты, играя там Чака Берри, да, там Литтл Чарльза, да, ой, Рея Чарльза, да. Это, и притом, давали в Семипалатинской области, где в то время проводились ядерные испытания. Это правда? А как вам удавалось в условиях этих тотальных запретов и идеологических, и экономических? Платные концерты, 15-16 лет? Очень просто, меня за это из школы исключали три раза, и из комсомолда исключили навсегда. Ну, любовь к воздуху. А как вот, тогда же запрещалось? Ну, запрещалось, поэтому и исключали. Так еще брали деньги. И брали деньги, собирались деньги, брали незаметно. Есть три основополагающие в нашем деле. Секс, на аркутске и руки-друг. Ну, Турика теперь, значит, ну, сейчас сам скажи. Что у нас как? Сейчас на аркутске не популярно, но сейчас секс, милка, руки-друг. Ну, тем не менее. Молоко, причем в телье молочное. Ну, тем не менее. Есть такое предвзятое мнение, что надо чуть-чуть подогреться, да? У меня очень близко в такой области в связи с этим. Ну, понятно. Локалистик немножко коничку там будет, да? Некоторые подогреваются, понятно, в тех странах, где леглицидные, леглицидные, марихуанов, чуть-чуть там подкуриться. Вот. Вот. Мне интересует это к этому отношению. Или, ну, к, наверное, отношению к воздержанию, имеется вот сублимации, да, соответственно, очень много рассматриваем секс. Насколько… Ну, сейчас я все понял для себя, мне просто интересно ваше мнение. Насколько это важно – воздержаться ответственно на концов. А это вот, что касается секса на рок-н-роллах, а что касается меня… А что касается лидерства в коллективе и в сочинении музыки. Как известно, что композитор складывает свое видение, и очень сложно найти компаньона, который влезет тебе в мозг, как известно. Понятно, что ты сам делаешь музыку, все. И оружием, соответственно. Но есть такое мнение, что надо сделать вдвоем. Насколько сложно найти компаньона, да, и спродюсировать это совместно. И из этого утекающий вопрос – отношение к амбициям, которые возникают к лидерам. Ну, они неизбежно возникают, эти амбиции, в отношении лидера. Как с этим справляться? Вот. Мне вообще… 20 линжетов. И я еду на сцене и говорю, что я фанглокстар. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Это дело касается великих вокалистов. Как правило, именно вокалисты устраивают все это в лучших группах, но если вокалист сам по себе так себе, то лучше ему сразу на двери взять. Я добавлю как раз то, что ты сказал о Guns N' Roses, Эксел Роуз, когда приезжали в Россию, когда было лет назад, я пришел на концерт, в 7 вечера начало концерта, полный зал олимпийский, представляете, что это такое? И организатор концерта, мы с ним стоим за кулисами, я говорю, а где Эксел Роуз? Он говорит, в Питере, и пиво пьет. И действительно, накануне был концерт в Питере, и в 7 часов он ему звонит, он пьет пиво в баре в Питере. Рядом стоит ментовка с мигалкой, в аэропорту ждет частный самолет, а его никто, его не заставишь. Он у нас сидит и мускает, пить пиво. На самом деле он опоздал, но потом приехали милиции, самолеты, здесь зеленый свет, прилетел на 2 часа, задержали концерт. Но концерт шел потом, 4 часа. Ну а на счет мордобития, сейчас мы, конечно, дадим слово Барри Харимовича и Юлибасова, я думаю, зато концерты были такие, какие не были ни в одной группе, я уверен. Да, Барри? Тебе виднее. Тебе виднее, я внутри был. Вы знаете, фанаты, которые вы поставили туда, и это один из проблем, которые я видел с Экселом, unfortunately. Я имею в виду, если ты любишь свои рекорды, если ты счастлив, что ты делаешь свои рекорды, это фанаты, которые вы поставили туда. Вы дали, и это, что ты должен был делать. Это, что ты должен был делать. Но вот главное разногласие, которое было у Дэйли с Экселом, то, что надо всегда отдавать, должное своим фанам. Потому что, если ты гордишься своими пластинками, которые стали мультиплатиновыми, то это именно фанам покупали эти пластинки, чтобы они стали мультиплатиновыми, и поэтому нельзя просто взять от меня и в концерт, свалить куда-то и приехать на 3 часа позже. И вот именно поэтому мы могли стать с ним разногласия. Которые вообще непонятно, как они становятся популярны. Пусть вспомнят, может быть, какие-то такие песни, которые их удивили. Мне же было пришло. С ростом тоже было. Я думаю, что это злой человек, который пишет песни. Это как раз глупые, которые пишут песни, но у них как раз они получаются поганые. Когда ты в шоу-бизнесе, то достаточно просто растерять друзей и близких людей, да? Потому что ты все время занят, ты все время... Ты знаешь, мы сэкрифицируем много для того, что мы делаем. Иногда, как мне, я летел в стране, я летел в моем семье, я летел в моем клинике. И теперь, когда я летел в моем клинике. Я летел в моем клинике. И я году из моего семьи. И я думаю, что вы узнаете, что есть какие-то люди, которые вы здесь близко. И без этого поддержки, это больно. Но, знаешь, и на другой стороне, многие друзья, которые ты имеешь, не настоящие друзья. Они хотят быть вокруг тебя, потому что ты делаешь то, что ты делаешь то, что ты делаешь. Ты не делаешь то, что ты делаешь то, что ты делаешь то, что ты делаешь. Ну, ты должен отличаться настоящими друзьями от тех, кто хочет быть твоим другом просто потому что ты знали. Я думаю, что это был очень хороший момент. Я думаю, что это произошло мне потом в жизни, что я еще не знал, кто был в моей жизни. И то, что интересно, когда ты получаешь большую гигуру, ты получаешь... И потому что на Facebook и на Twitter, и кто-то может найти тебя, ты получаешь людей, «Ай, ман, я тебе дам вам orange, ты граешь 2! Можешь мне бонжоги?» И я думаю, что я даже не помню тебя. Но они приходят из-за того, что это правда. Но у меня есть друзья, которые я проводил 30 лет, 40 лет, и они не говорят, что ты держишь людей, которые имеют что-то близко. И потом ты получишь людей, которые ты не держишь близко, что, «Ай, ман, я был там, когда ты был страдающим, и не забывай, и ты 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 не забывай, Но я знаю, я тебе дам слишком много, чтобы перевести, но я думаю, что это зависит от человека. Люди, которые ценят людей, никогда не изменят. Ну, Фил также соглашается, что, потеряв, когда ты только становишься, потеряв тех или иных друзей, ты начинаешь больше ценить друзей, которые потом с тобой. Но, опять же, вот эта история, особенно благодаря сейчас социальным сетям, типа, фейсбука, когда там, тебе добавляется куча народа, начинает тебе что-то припоминать, там, а вот, помнишь, когда-то мы с тобой, там, что-то, дай-ка мне два билетика на бунжор, какие-то пожирнее, ну, то есть, как бы, это не те друзья, ради которых стоит убиваться, или какие-то люди, которые к ним подходят и говорят, я вот там, тебе что-то помогал, когда ты был никем, почему-то меня забыл, он говорит, если забыл, значит, была у меня причина. Была бы причина, я его помню. Снимайте видео, чтобы дети на аккордеон не играли. Там, отец карабан. Бросьте сюда копеечку, есть, давай, кто еще, кто есть, ну, копеечку, бросьте сюда, есть, беда, да, 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 так вот, открываясь, да, крепко! Альфин на самом деле, это не так, это не так. Альфин – это не так, альфин. Экоррин – это очень хорошо. Мне бы не было так, альфин – АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ